добрый день уважаемые коллеги но уже не день наверное вечер точнее у кого-то уже ближе к ночи и сегодняшняя тема нашего разговора это такие необычные форматы которые не часто встретишь библиотечной практике это комиксы флэш карточки рабочие листы как всегда я покажу несколько инструментов для их создания предложу несколько идей как их можно использовать ну а дальше вы самостоятельно уже я думаю освоитесь и с ними разберетесь и так ну давайте начнем с жанра комиксов потому что он более-менее уже знаком уже вряд ли можно назвать его каким-то очень уж необычным потому что сейчас это уже пожалуй один из популярнейших жанров в массовой культуре и используется он и в педагогической практике и в библиотечной практике ну для тех кто впервые с ним знакомиться или не очень хорошо ориентируется в этом несколько слов буквально пару слов о том что за такое это маленький рассказ картинках как правило эта серия картинок которые связаны между собой по смыслу и сюжета бывают комиксы немые я просто картинки без слов и вот как сейчас на экране комиксы с так называемым баблами пузырями речевыми где представлена речь персонажей иногда в таких комиксах хочу и авторские слова добавляют там верху или внизу появляется такая бегущая строка титры в которых сообщается еще какая-то информация от автора ну для нас комиксы наверное ассоциируются прежде всего с чем-то веселым развлекательным такая массовая культура многие я знаю относятся скептически к этому жанру и чтобы вот от этой вот такого оттенка комичности уйти появилась еще один термин появился еще один термин графический роман это тоже рассказ в иллюстрациях но это уже намного более серьезно когда комикс утрачивает свой комический эффект а превращается в действительно довольно серьезное произведение ну вот пример роман поиск это проект дома анны франк роман переведенный на множество языков в том числе есть он и на русском языке комиксом уже давно присматриваются с точки зрения серьезной литературы вот например в англии уильяма шекспира адаптировали в форме манги и исторические комиксы в японии например изучают на уроках истории можно к этому по-разному относиться но так или иначе мимо этого жанра уже не пройти особенно хорошо думаным знаком библиотекарям и учителям которые работают с детьми с подростками потому что это один из самых востребованных у них жанров комиксы можно не только читать можно их самостоятельно рисовать и создавать это действительно очень увлекательный познавательный процесс и в библиотеках создаются разные комикс студии и в школах рисуют и создают создавая комиксы читатели пользователи подростки придумывают свои декорации пишут такой маленький сценарий с диалогами персонажей задумываются над их эмоциями как они выглядят где происходят события и многое другое поэтому комиксы сейчас уже библиотеках используют как жанр активного чтения по мотивам художественных произведений например очень часто подросткам предлагают создавать комиксы мы проводили одно время в библиотеке конкурс стереотипов о городе о мурманске ты настоящий мурманчанин если ну знакомая этому история про многие города есть такие фактики но вот на основе этих фактов мы попросили рисовать комиксы детей подростков кто захотел принять участие в конкурсе получилось довольно интересно поэтому сейчас на смену конкурса иллюстраторов хотя они никуда не ушли но все равно появляется все больше и больше разных интересных конкурсов именно вот для художников комиксистов скажем так для тех кому нравится создавать комиксы и кто хорошо рисует это конечно все отлично а вот как быть с теми кто не рисует с теми кто хочет создавать у него может что-то не получится в плане рисования то для этого можно использовать разные онлайн сервисы ну давайте ближе к сервисам перейдем и так я их расставила по порядку простоты мы даже некоторые сейчас можем протестировать потому что некоторые не требуют даже регистрации вот я вам ссылочку прямо дам на этот сайт а вы можете самостоятельно сейчас буквально в три клика разобраться что есть что райт комикс это очень простой сервис для создания комиксов регистрация здесь не требуется и все инструменты собраны в режиме одного окна то есть изначально нам дают вот такую пустую рамочку указку подключим вот такую пустую рамочку создают а дальше мы наполняем содержимым сожалению здесь нельзя загружать свои картинки картинки выбираем из библиотеки сервиса которая чуть ниже под этой рамочкой находится там есть декорации набор нескольких декораций есть персонажи которые мы добавляем вот такие речевые пузырики внутрь каждого пузырика мы вписываем какой-то текст который появляется здесь же в облачке кирица поддерживается и чтобы он появился нажимаем на кнопочку submit подтвердить после того как мы такую картинку сценку нарисуем и можем добавить либо новую сцену либо закончить создание комикса на выходе мы получаем уже готовую какую-то картинку сценку мы можем ее правой клавишей мышки сохранить на компьютер скачать либо как скриншотом это сделать очень просто и незатейливо подойдет для любой детской аудитории которым хочется очень быстро что-то создать ну вот примерчик это мы собрали разные во всех библиотеках есть всякие комические диалоги на мероприятиях или там на выставках где-то с детьми например библиотекарь задает вопрос а читатель дает неожиданный ответ ну вот мы такие диалоги с читателями попробовали зарисовать вот в комиксах получилось довольно забавно на мой взгляд давайте еще посмотрим вариацию это сервис вити комикс он больше конечно подходит наверное для преподавателей иностранных языков потому что здесь изначально дается вот такая вот сценка с двумя персонажами их можно поменять опять-таки можно другой фон выбрать сервис та же модификация только немножко другие персонажи посерьезнее будут здесь я подписала чтобы было понятнее что есть что выбираем фон сценку подписываем название которое появляется наверху если нужно либо это могут быть слова автора дальше у нас есть персонаж 1 персонаж 2 каждому из них мы придумываем слова и выбираем речевой пузырь год они появляются у нас в этой сценке и мы переходим к следующей здесь раскадровка на три сценки получается такая небольшая история я знаю что этот сервис очень активно используют преподаватели иностранных языков предлагают детям разные диалоги составлять ну можно наверное и библиотечной практике использовать правда с персонажами здесь туговато они довольно специфические такие современные герои когда мы не ограничены выбором там эмоций каких-то хочется побыстрее попроще то в общем это неплохой вариант опять-таки регистрация здесь не нужно вписываем все что необходимо далее сохраняем это все чтобы если мы здесь зарегистрируемся мы можем получить ссылку на наш готовый комикс если нам это не важно то мы мог просто как скриншотом это скачиваем себе на компьютер и наслаждаемся тем что получилось ну вот я попробовала в этом сервисе поэкспериментировать вот такая идея мне на ум пришла взять несколько диалогов из разных произведений такие рандомные совершенно персонажей выбрала более-менее подходящих под эти диалоги ну и вот получился такой скорее не комикс скорее комикс загадка я бы это назвала ну вот как вариант можно такое использовать можно и самостоятельно для своих презентаций или каких-то проектов такое мастерить либо предложить учащимся школьникам и так далее если все таки это кажется слишком просто и как-то очень незатейливо то еще один вариант есть тоже он без регистрации разбой работает называется туни-ту часочку тоже да он чуть чуть посложнее этот сервис он позволяет создавать комиксы сохранять их в виде картинки и виде кифа то есть несколько сценок будут меняться такая как кифа анимация получается маленькое слайд-шоу которое вы тоже можете скачать к себе на компьютер как картинку использовать своих проектах большой плюс в этом сервисе то что здесь можно загружать свои картинки и свои фоны и на основе них тоже что-то создавать давайте посмотрим здесь тоже в общем все в режиме одного окна вот такая рамочка я здесь уже какой-то выбрала пейзаж какого-то выбрала персонажа сделала я это через кнопочку props вот она у меня сейчас нажата эта кнопка добавляет разных героев в комикс people это соответственно нас люди animals животные object объекты и кнопка upload позволяет загружать любые наши картинки с компьютера и размещать их внутри комикса здесь есть возможность добавить текст речевое облачко все как обычно у комиксов дополнительно есть несколько настроек тут рамочки посветлее потемнее в общем основные базовые настройки здесь все рабочие и картинки свои можно подгружать это самое замечательное одну сценку создаем сохраняем переходим к следующей сценке так как можно создать столько сколько посчитаете нужно далее здесь есть две опции опция frame вот это вот позволяет картинку сохранить как картинку скачать ее на компьютер формате png по моему в этом формате а вот это вот чуть выше кнопочка cotton мультик она позволяет скачать готовый комикс ну несколько сценок формате киф анимации то есть вы получаете киф файл где эти картинки будут меняться автоматически вот все это склачивается на компьютер абсолютно бесплатно никаких ограничений в общем сервисе нет поэтому тоже неплохой сервис тоже можно адресовать детям подросткам без регистрации довольно удобно здесь не так уж много кнопок и довольно легко в них разобраться а теперь ну вот вариант то что я вам говорила вот она кнопочка cotton нам нужен вариант сохранить как анимированный gif ну и дальше ждем когда он сгенерируется и скачается на компьютер я попробовала с картинками я особо не муторство лукаво взяла готовых персонажей готовую сценку там собачку еще добавил от себя ну в общем что-то вроде этого получилось вот в общем вполне ничего сервис для простого и быстрого создания комиксов тоже хороший инструмент теперь посмотрим на то что у нас с регистрации чуть чуть посложнее здесь по уже путь то есть нам нужно регистрироваться по адресу электронной почты разные опции возможностей тоже становится больше сервис story под zed это сервис для создания комиксов адресованных прежде всего учителям в описании так заявлен как учительский здесь можно найти уже несколько готовых работ созданных на русском языке вот я парочку вам бросила чат 1 по русскому языку комикса второй про шекспира вот как здесь работает работает в общем неплохо потому что сервис на русский язык переведен это большой плюс здесь есть возможность создавать комиксы с возможностью моделировать персонажей то есть вы можете выбирать одежду эмоции движения и так далее минус сразу скажу нельзя свои картинки грузить только из того что есть библиотеке но библиотека здесь вполне себе неплохая сейчас я перелесну слайд и покажу чем она хороша что еще из ограничений можно создавать два комикса в неделю вот больше не дадут бесплатно но если впервые регистрируются на этом сайте там предлагают первые две недели безграничные возможности есть такая в общем наверное два комикса в неделю вполне тоже нормальный вариант давайте смотреть и так здесь в общем тоже все просто потому что на русском языке открываем рабочие рабочие поля верху получаем библиотеку различных элементов ну вот первая кнопочка открывает нам сцены то есть фон разнообразный он здесь большая большая бесконечная практически библиотека разных фонов на все случаи жизни ну и дальше соответственно все остальные картинки которые можно на этот фон размещать персонажи это одушевленные предметы соответственно не одушевленные речевые пузыри то где персонаж будет говорить здесь я даже есть различные формы инфографика каркасы и отдельно отдельная вкладка идет научные комиксы создается все что-то наподобие презентации вот у нас с левой стороны наша раскатровка здесь комиксы маленькие из трех сценок создаются вот сразу автоматом нам их все три создали а дальше мы просто щелкаем по этим сценкам и каждую наполняем содержимым ну например я персонажа выбрала а дальше я хочу смоделировать щелкаю по нему открывается дополнительное поле для моделирования героев они прописали здесь довольно подробно все начиная с прически с выражения лица с движения рук ног поза персонажа и заканчивает цветом перекрасить можно все волосы кожу глаза ювелирные украшения добавить обувь и все что угодно дополнительно тут еще целый список разных поз есть уже готовый чтобы ничего не настраивать в общем все неплохо очень прописано в этом сервисе хотя с одной стороны вроде как и быстро работает с другой стороны здесь можно из чего-то выбрать подходящего здесь есть и обычный герой есть и средневековые персонажи какие-то сказочные так что практически на любой вкус после того как вот это вот все мы создали все сценки наполнили содержимым мы получаем ссылку получаем код можно встраивать это все на странице сайта и блога и можно скачать к себе на компьютер то есть все возможности здесь представлены ну вот я вам про знаки пропинания писала вот пожалуйста вот такой комикс на три сценки можно вот так необычно рассказать про знаки пропинания в виде комиксов уже по-разному к этому конечно относиться но тем не менее интерес это вполне вызывает плюс что он русскоязычный это плюс здесь все подписано и заблудиться достаточно сложно ну и пожалуй самый такой проработанный в этом плане это сервис пикстон они несколько раз меняли интерфейс в очередной рад переставили вкладки я вчера начала проверять удивилась что вкладки переместились другое место ну в общем рассказываю новейшие изменения в этом сервисе сервис на самом деле очень красивый неплохой позволяет создавать красивые содержательные истории тоже с возможностью моделирования выбираем из библиотеки перетаскиваем в комикс сохраняем и можно создать одну картинку нужно несколько здесь есть возможность создавать разные аккаунты здесь тоже нужно зарегистрироваться есть учительский аккаунт education есть студенческий родительский и представителя бизнеса ну как правило создают учительский учительского аккаунта есть дополнительная возможность вы можете создать класс и организовать какую-то совместную работу внутри этого класса но я расскажу просто как здесь работается хотя здесь все таки английский язык но кнопок здесь не так много раньше они были вверху сейчас они переместились вправо немножко добавились новые вкладочки как здесь работается сценки вот они внизу нам создали уже первую мы можем через значок плюсик добавлять новые ну а дальше мы по порядку начинаем путешествовать по вот этим вот разноцветным вкладкам собирая комикс собирая так допустим первую сценку так по порядку пошли первая вкладочка называется background это фон опять-таки здесь есть библиотека элементов здесь можно по поиску найти на поиск на английском и сразу скажу что грузить опять-таки свои картинки нельзя можно только из того что есть выбирать но здесь их довольно много я листала и не могла до конца долистать здесь еще фоны рассортированы по разным категориям фотографии погода абстрактные фоны и так далее далее после того как мы разобрались с фоном начинаем выбирать персонажа вот вкладка с персонажами тут разные есть персонажи есть и сказочные какие-то архаичные средневековые и более-менее современные воду мальчики и девочки добавляем любого персонажа ну а дальше начинаем его редактировать после того как мы выбрали что здесь можно у него дополнительно отредактировать дал практически все цвет кожи цвет волос и прическу в данном случае это например разновидность причесок это еще кстати не все то есть очень подробные настроечки описано практически все после как мы персонажа отредактировали стрелочкой возвращаемся назад или просто щелкаем по другому персонажу в кадре и редактируем его тоже вот тут так подробненько все можно красиво оформить дальше следующая вкладка называется фокус вот этого ни один сервис не предлагает здесь возможность как это сфокусироваться на главном герое то сделать его допустим покрупнее как будто бы один персонаж думает о другим о другом персонаже переместить их в правый там или в левый угол сделать еще какие-то вариации для этого есть клубка фокус там внутри есть еще разные разновидности всего например разные драматические фокусировки то есть обычные региола которые сейчас у меня открыты вот так что пощелкать по этим кнопкам и выбрать подходящий вариант фокусировки ну я выбрал стандартный вариант два персонажа стоят рядом дальше кнопка word как уже понятно из названия она добавляет тексты и слова кириллица здесь поддерживается можно разные речевые пузыри выбрать просто говорение думание и так далее крик и шепот здесь вот такие четыре разновидности есть вплоть до того что можно даже математические формулы сюда вписывать дополнить она здесь есть еще авторские слова называется это капшин эти слова появится вверху на комиксе ну и есть разные эффекты вау бум и так далее такие стикеры которые в комиксах встречаются вот так оформляются речевые пузырики face faces это у нас выражение лиц они здесь тоже совершенно разнообразный набор и полный перечень сейчас на экране здесь есть даже очень быстрые настройки там счастливый злой и так далее либо можно просто пощелкать посмотреть как персонаж поменяется вот тут есть даже направление глаз экспрессия в общем все очень очень подробненько дальше action это у нас движение героев в кадре опять таки вот библиотека разных движений влево вправо на месте и мы выбираем из того что здесь нам предложено подходящий вариант и дополнительно последняя кнопка экстра это дополнительные разные штучки которые могут пригодиться формы стрелки различная графика дополнительные зверюшки в кадры ну вот типа котика например и есть такая опция light это позволяет перекрашивать комикс то есть была полдень стала ночь потемнее посветлее вот в таком формате вот пожалуй здесь все довольно так четко прописано и когда вы наконец зашли до последней кнопки у вас первая сценка наконец готова дальше нажимаем на плюсик добавляем новую сценку и поехали заново и теперь ее оформлять это конечно очень довольно кропотливая работа но очень интересно надо сказать и очень увлекает чувствуешь себя правда настоящим художником творцу что потом со всем этим можно сделать вот здесь начинаются ограничения бесплатного аккаунта можно просто скриншотом каждую сценку себе скачать на компьютер потому что бесплатно кнопочки для скачивания нет и ссылки тоже не дают на этот комикс то есть он просто у вас хранится в личном кабинете но хранится только 7 дней после 7 дней он стирается автоматически то есть наша задача успеть за эти 7 дней скачать все эти картинки к себе на компьютер либо скриншотом либо правой клавишей мыши кому как удобно ну в общем таким обманным путем получить свою работу к себе на компьютер вот есть и плюсы конечно у этого сервиса есть и минусы но пожалуй будут по функционалу наверное самый самый в этом плане продвинутый среди всех сервисов если вы еще знаете какой-то инструментарий то можно в чат их накидать дополнительных ваших подсказок а я перехожу к последнему но я попробовала просто подкала кнопочки получилась у меня вот такая вот веселая картинка иллюстрирующая климат мурманской области и еще один сервис который дает возможность создавать настоящие интерактивные книги с комиксами это сервис book creator я как-то о нем уже рассказывал на каком-то из семинаров вебинаров это сервис для создания иллюстрированных интерактивных книг куда можно вставить тексты картинки видео озвучку рисовать их можно ну пожалуй все перечислила да здесь есть возможность создавать комиксы бесплатном аккаунте можно создать 40 интерактивных книг и одну библиотеку можно организовать совместную работу если вы с детьми работаете например то можно создать класс внутри этого класса создавать такую маленькую библиотечку где каждый будет работать над своей книгой комиксов вот где искать шаблоны для комиксов они находятся во вкладке медиа внизу вот они говоря всего четыре кнопки здесь нас прежде всего наверно должна будет интересовать вот эта вот опция раскатровка здесь нам предлагается на странице сразу несколько вот таких рамочек ну одну две три сколько захотим и внутри этих рамочек как настоящий создатель комиксов мы можем рисовать вставлять сюда свои картинки какие-то надписи ну в общем делать с этим все что мы захотим здесь есть библиотека совсем маленькая речевые облачка и разные стикеры вот пожалуй все все остальное мы сами загружаем со своего компьютера либо рисуем здесь же во вкладке медиа можно посмотреть что здесь можно загружать свои картинки здесь можно рисовать это хорошо если у вас допустим графический планшет мышкой тоже можно почему нет можно озвучить свою книгу комиксов для это есть опция record то есть что тут можно сделать подключить микрофон и в режиме онлайн наговорить какой-то текст и будет у вас такой комикс еще с озвучкой но по сути это будет даже уже просто не комикс а целая книжка небольшая вот у меня такая книжка получилось я ссылочку отправила давайте смотреть как это все работает ну например картинка просто загружается с компьютера здесь очень просто это картинка с веб-камеры загружается если нужно текст просто вписываем ну и record я уже объяснила это микрофон подключаем и наговариваем собственно озвучку в разделе шейпс мы можем добавить разные формы треугольнички там квадратики если нужно вот ну и стикеры вот здесь внизу ищем что еще можно сделать рисовать можно вот этот набор юного художника здесь у нас есть разные инструменты кисточки маркеры ручки разная толщина разный цвет можно ластиком все стирать заливать добавлять эмонзи если мы не очень хорошие художники нарисовать любим поэтому для этих людей есть такая опция авторисования вот она авто здесь что это такое а это мы начинаем неуклюже что-то рисовать я пыталась котика тут изобразить вот и сервис нам начинает подсказывать за нас предлагает вот такие варианты а мы уже выбираем подходящие но например этот понравился котяра я на него щелкаю и если я на него щелкну то вместо моей наброски появится вполне себе симпатичная картинка уже нарисованного котика цвет я могу выбрать другой не черный а любые другое такие вот смешные картинки можно рисовать если не умеешь после того как мы закончили работу над этой книгой мы можем получить на нее ссылку сейчас появилась возможность вставлять ее на сайт и блоге дается даже код для встраивания еще я сказала что можно совместную работу делать ну вот у меня такой если ссылочка у вас не открылась это были отдельные картинки которые были нарисованы я их просто отсканировала и вставила для простоты потому что художники не очень ну вот так вот получилось в раскадровке из четырех кадров вот после того как мы какую-то книгу создали мы можем получить код вот этот код он вверху находится это код для входа в библиотеку в общую в которую вы можете пригласить например учеников детей и в этой общей библиотеке все каждый будет свою книгу комиксов рисовать и выставлять ее на такую импровизированную общую полку вот а вы можете как учитель за всем этим наблюдать просматривать и как это сказать управлять этим процессом вот еще здесь есть возможность совместной работы чем они отличаются вот кодом и совместной деятельности кодом здесь каждый работает над своей книжкой а если вы хотите создать одну общую на всех то для этого есть опция коллаборит совместная работа но она работает бесплатном тарифе только 14 дней на две недельки можно подключить и все к сожалению с другой стороны каждый может создать свою книжку а вы потом как ведущий всего этого имейте возможность объединить все книги в одну для этого есть опция комбайн объединить то есть если у вас в библиотеке создано 10 книжек вы можете все эти 10 слить в одну как автор этой библиотеки вот такая возможность тоже здесь присутствует это очень хороший сервис для детского творчества для вот всяких там совместных проектов здесь правда придется зарегистрироваться вы регистрируете детей в этом сервисе но работать им довольно интересно и был и можно не только комиксы создавать а вообще любые интерактивные книги с гиперссылками с видеороликами в общем получается очень симпатично все это давайте перейдем ко второй части нашего разговора это флэш карточки чем они нам могут пригодить пригодится в библиотеке напомню что это такое это такой формат может быть вы даже ими пользовались изначально они создавались учителями иностранных языков для заучивания иностранных слов с одной стороны писалось слово например на английском а с другой стороны перевод на русском и переворачивая карточки мы таким образом заучивали эти слова сейчас такие флэш карточки существуют в интернете можно также изучать иностранные языки а как это можно использовать библиотечной практике ну например можно создавать викторины если с одной стороны карточки вопрос с другой стороны пишется ответ такая викторина самопроверкой другой вариант например если на лицевой стороне разместить книгу а с другой стороны разместить аннотацию к этой книге то получится виртуальная выставка если с лицевой стороны разместить какую-то фотографию достопримечательности а с другой стороны ее описание то получится виртуальная экскурсия но это вот только несколько идей так на вскидку которые мне пришли в голову может быть вы еще что-нибудь новенькое интересненькое придумаете сервисов для создания флэш карточек на самом деле много и поле десятка и удалось найти все совершенно разнообразные я отринула все что у нас с ограничениями все что не очень подходящее ну просто карточки на основе текста это не очень интересно конечно давайте посмотрим такие более продвинутые варианты желательно на русском и желательно чтобы бесплатно вот вариант сервис барабук это сервис который в двух вариантах предстает на самом сайте можно создавать такие наборы карточек для запоминания разной информации можно слова заучивать даты и ноты химические формулы в общем любую информацию и добавлять туда еще и картинки абсолютно бесплатный сервис я вам сейчас парочку ссылок просто в чат отправлю они здесь под конечно не очень красиво смотреться потому что этот сервис ориентирован на мобильные устройства на компьютере можно просто посмотреть карточки и их создавать а вот если вы хотите с ними поиграть в разные игры то для этого нужно скачать мобильное приложение барабук себе на смартфон и тогда вы можете даже без интернета им пользоваться и с этими карточками играть игры тут можем могут быть разные вот пять вариантов разных игр когда мы конструируем наш набор карточек мы сразу можем выбрать какие игры будут доступны пользователям вот здесь отметены все пять то есть любую можно поиграть что здесь можно сделать ну стандартно угадай что там на другой стороне да это классическая игра дальше можно сделать так что появится одна картинка огни несколько разных подписей нужно выбрать правильно или наоборот когда несколько картинок и нужно подобрать правильную подпись дальше можно появится карточка и нужно ее подписать что у не там на обороте без выбора вариантов либо там подобрать пару то есть несколько выкинется карточек с разными оборотными сторонами нужно из них собрать пары вот то есть игра здесь достаточно много насчет распечатки честно говоря никогда не озадачивался этим вопросом надо поискать возможно здесь есть и такая опция просто никогда не нужно было этого делать распечаткой ну в общем он абсолютно бесплатный как раз создан для учителей и педагогов даже самое интересное в этом сервисе не то что можно на смартфонах самостоятельно поиграть а то что можно здесь устроить коллективные соревнования прям на уроке или прямо в библиотеке на мероприятии давайте все по порядку сначала несколько слов как они создаются вот такая табличка которую нужно заполнить здесь обязательным заполнение сторона а и сторона б то есть это лицевая сторона это изнаночная щелкаем по сетке этой таблички и мы видим что можно загрузить картинку и даже записать звук например подключить микрофон и что-то сделать озвучить для этого есть вот эта опция озвучивать то же самое на обороте мы например вписываем какой-то текст и переходим к следующей карточке такую табличку составляем тут еще есть дополнительные такие поля это скорее для вас поля потому что их никто не увидит кроме создателя здесь можно какие-то себе подсказки писать правда я не знаю вот как их можно использовать но они все равно здесь присутствует можно какие-то себе пометки здесь делать дальше после того как мы это все создали набор карточек мы его обязательно сохраняем через кнопочку добавляем в мобильное приложение вот здесь с правой стороны появится кнопка для этого вот она отправить в приложение и все теперь в это в эту игру могут играть все создатели все у кого доступ есть на этот сайт вы про ссылочку получаете эту ссылку можете рассылать для игры это вот такая индивидуальная развлекаловка если мы хотим командную викторину вот чтобы провести командную викторину участникам даже не нужно регистрироваться не нужно ничего скачивать на смартфон им просто нужны смартфоны вы даете ссылку на игру это немножко другая будет ссылка вот и сервис автоматически всех распределяет по команда вам нужно только выбрать количество команд ну допустим там две три вот эти вот красивые прикольные картинки сервис тоже автоматом генерирует то есть у нас улитки против утят будут соревноваться вы получаете ссылочку получаете код даете и то и другое участникам участники по ссылке заходят их автоматом распределяют в какую-нибудь команду они не знают в какую просто это все случайном порядке а дальше вы запускаете игру участников будет вот этот набор карточек но в режиме викторины то есть допустим будет лицевая сторона а дальше четыре варианта ответа ну допустим это какая-то картинка подберите к ней одну подпись из четырех вот и кто быстрее чья команда быстрее справиться те и соответственно и выигрывают в это время ведущий можно экран вывести вот такую вот таблицу скорее ты даже не таблица как-то назвать это таблица продвижения участников где можно отслеживать сколько правильных ответов дано ну и кто выиграет в итоге сервис все автоматически считает ну и как только кто-то выигрывает игра останавливается все победила одна команда а здесь мы видим список участников кто в этой команде участвовал интересно просто необычно почему бы не попробовать так что сервис очень даже неплохой тем более что он российский отечественный и еще один вариант отечественного сервиса которым я не устаю рассказывать это сервис удобом на одном из прошлых вебинаров меня попросили сказать про флеш карточки вот рассказываю здесь есть несколько шаблонов для создания флеш карточек их два здесь первые на основе текстов и картинок второй шаблон на основе аудио текстов и картинок начнем просто с картинками из текстов вот так выглядит эта викторина здесь карточка которая правда не переворачивается но здесь нужно вписать правильный ответ проверить себя и тогда переходим к следующей карточке ну по сути получается такая маленькая викторина необычная она очень симпатично оформлена смотрится хорошо и если на сайты в блок вставить и тоже будет и очень неплохо смотреться делается такая викторина очень просто выбираем шаблон который так и называется флеш карточки открываем его с левой стороны у нас список карточек пока у нас там пусто значит ничего не создано нажимаем на первую карточку и получаем такой конструктор вписываем вопрос то что будет на лицевой стороне ответ то что будет на изнаночной обратной стороне и картинку добавляем это не обязательно но желательно сохраняется все автоматически мы переходим к следующей карточке и таким образом мы заполняем целый набор карточек в настройках эти карточки можно перемешать чтобы они не в одном и том же порядке шли а в перемешку двигались обязательно сохраняем в конце есть кнопочка сохранить и на выходе мы получим их ссылку и код для встраивания этих карточек себе на сайт и блок сервис абсолютно бесплатный без ограничений работы я вам две ссылочки отправила первая ссылочка интересная викторина с ребусами заранее были заготовлены картинки с ребусами они вставлены как картинки а дальше в качестве правильного ответа нужно писать ответ на этот ребус ну а моя викторина вторая ссылка там более классический вариант когда нужно назвать автора произведения дополнительно здесь есть еще возможность добавлять подсказки они будут отображаться в форме буковки и у меня такая подсказка есть на карточках там у меня подсказывается что надо фамилии автора вписать с большой буквы потому что сервис не засчитает правильный ответ допустим если он написан с маленькой вот такая мелочь дальше другой вариант называется шаблон диалоговые карточки вот пожалуйста диалоговые карточки про поэтов юбиляров этого года где подключена озвучка это озвучивали читатели нашей библиотеки произведения поэтов юбиляров но 18 сейчас уже 23 года и мы использовали эти записи для того чтобы создать такую викторину тире виртуальную выставку творческих достижений наших читателей назовем это так на карточке мы пишем какое-то задание какой-то вопрос подключаем озвучку добавляем картинку на обороте будет ответ на этот вопрос в этих карточках нужно угадать кому принадлежит стихотворение его можно послушать посмотреть на картинку прочитать название а затем попробовать угадать как работает этот шаблон примерно точно так же конструктор очень похожий только здесь внизу еще добавляется поле аудио файл аудио загружается с компьютера ограничение до 10 мегабайт ну в общем это нормальный такой объем даже довольно объемное стихотворение можно добавить вписываем в поле текст вписываем вопрос в поле ответ то что будет на обороте загружаем картинку с компьютера ну и аудио файл добавляет получается такая интересная аудио выставка тоже все опускаю дело аудиозаписи тоже пригодились вот таким образом готовый этот продукт мы можем строить и на сайт и в блог социальных сетях ссылкой тоже можно поделиться вот еще один мой любимец сервис дженниеле это сервис для создания разного интерактива презентаций видео презентации инфографики игр викторин что интерактивные плакаты он еще умеет делать кому интересно о нем поподробнее послушать я делала в прошлом году вебинар отдельный по этому сервису сейчас небольшая выдержка из этого вебинара и дополнительная информация он предлагает в ряду своих шаблонов поскольку он работает тоже по принципу шаблонов тоже флеш карточки причем они тоже очень интересные где искать эти флеш карточки просто как мы заходим внутрь сервиса выбираем вот этот вот опцию называется training materials и там внутри мы находим флеш карточки сервис на английском можно google переводчиком перевести чтобы было проще давайте смотреть сервис предлагает разные вариации флеш карточек я попробую вам рассказать о них на основе шаблона который называется имидж флеш карт то есть флеш карта с картинками здесь флеш карточки в формате вот в таком не в карточном даже мне это больше напоминает презентацию хотя здесь есть кнопочка перевернуть но все равно там меняются так слайды что кажется что это уже даже не флеш карточка просто такая презентация необычная но она действительно смотрится очень здорово здесь есть анимация здесь рабочие кнопочки есть вперед назад перевернуть здесь мы можем подгрузить картинку добавить свой фон все это с компьютера и все это бесплатно давайте попробуем шаблон здесь предельно простой там ссылочку дала про достопримечательности ярославля я его сделал на основе вот этого шаблона он изначально вообще выглядел по-другому как мы видим я его переделала если разместить что-то созданное в сервисе удобно на странице вк разместится только ссылка ну да разместится ссылка с помощью которой вы перейдете на сайт удобно и там сможете поиграть разместится ссылка если вы добавите к вашему упражнению к вашим флеш карточкам обложку самом низу есть такая опция обложка если вы загрузите какую-то картинку в качестве обложка то у вас на странице вк появится ссылка и картинка вот это вот обложечная и можно щелкнуть и по ссылке по картинке будет но стандартно вот как все ссылки добавляются вк так и удобно ничем не отличается если вы не хотите чтобы было просто ссылка ту картинку добавим в качестве обложки и будет картинка со ссылкой вот так вот давайте к джене или вернемся презентация всего из двух слайдов лицевая сторона и оборотная сторона ну понятно что одной флеш карточкой мы не обойдемся как здесь копировать можно вот через эту кнопочку с тремя точками открываем выбираем опцию duplicate дублировать и дублируем столько флеш карточек сколько нам надо их мышкой можно двигать они все пронумерованы это удобно нечетные это лицевая сторона четные соответственно оборотная сторона ну а дальше остается только внутри менять содержимое как это все делается ну тексты очень просто стираем вписываем свои есть еще вкладка текст вот она вверху она позволяет текстовые блоки добавлять туда куда вы захотите дальше картинки загружаются из раздела имидж допустим нам это не нужна мы ее стираем кнопкой т или т где свои грузить через вкладку имидж вот эта вкладочка вот поле для загрузки своих картинок компьютера до 5 мегабайт загружается любая картинка вот дополнительно к этой картинке если по не еще быть можно добавить анимацию вот этот вот значок с летящей кометой позволяет добавлять анимацию ну про анимацию у меня будет отдельный слайд сейчас просто чуть забежала вперед дополнительно здесь есть еще разные интерактивные элементы например можно кнопки вот эти вот перевернуть которые вперед назад вот похожие кнопки можно найти вот в этом разделе интерактивные элементы либо нарисовать самому через кнопочки ресурсы там будут разные формы прямоугольники кружочки там подобные вещи дальше что еще можно сделать можно поменять фон для этого есть опция background мне оранжевый не понравился я сделала си фон для этого я перешла в эту вкладку здесь у нас два вида фона есть канвас есть бейс канвас это вот этот вот основной фон основной слайд цвет а бейс это подложка вот этого цвета морской волны в данном случае это будет подложка и ту и другую мы можем менять перекрашивать в любой цвет либо вообще загрузить с компьютера вот она эта кнопочка для загрузки фона можно в качестве фона использовать картинки и любые другие изображения ну и последняя вкладочка pages позволяет вернуться к нашим слайдам обратно то с чего мы начинали вот таким образом все можем здесь поменять про анимацию вот пожалуйста я рассказывал о том что каждый объект можно анимировать все кнопочки все текстовые надписи все картинки можно анимировать на вход то есть когда они появляются на экране на выход когда они исчезают на движение не могут двигаться по экрану и на приближение курсора причем можно даже несколько эффектов добавлять например на вход и на приближение курсора к одной и той же кнопочки например по умолчанию внутри шаблона уже все настроено то есть если мы просто задублируем то все это сохранится и можно даже не мучиться но я на всякий случай все равно вам рассказала где это находится и как это сделать дальше еще если вы обратили внимание там есть кнопки вперед назад перевернуть это интерактивные кнопки которые позволяют ориентироваться между слайдами для этого мы щелкаем по этой кнопочки выбираем вариант интерактивность из списка интерактивности выбираем go to page перейти на страничку а дальше например из у нас кнопка назад то мы выбираем go back идти назад если у нас идти на следующую страницу вперед то мы соответственно выбираем опцию next page следующая страница кнопка перевернуть это у нас будет следующая страница как раз ну и дополнительно между слайдами можно настроить красивые переходы чтобы действительно она как будто бы переворачивалась я вам уже показывала давайте назад вернусь к презентации покажу где переходы от волшебная палочка это переходы между слайдами там есть много разных интересных анимаций можно настроить для каждой флеш карточки свой отдельный переход либо один общий на всю компанию после этого мы все это сохраняем у нас будет код у нас будет ссылка мы можем делиться и в социальных сетях и на сайте и в блоге это я взяла вот этот вот шаблон который называется имидж флеш карта а здесь вообще-то вот раз два три 4 5 видов флеш карточек присутствует вот например вот этот вот эксперт флеш карт это у нас так называемый расширяющая флеш карточка то есть она помогает какую-то информацию расширить какие-то представления ну скажем так вот сюда можно вставить какой-то видеоролик картинку а на обратной стороне дать расшифровку ну подробный какой-то текстовый комментарий дальше есть видео флеш карточки то есть доставляется конкретный видеоролик а на обратной стороне может быть какой-то комментарий либо там еще какая-то дополнительная информация на ваше усмотрение есть еще две игровых формы это квиз флеш карточка квиз это как викторинка будет с одной стороны картинка а с другой стороны викторина ну и игра расставь по порядку это то же самое викторина только там дается несколько объектов которые нужно в определенной последовательности расставить мышкой вот все очень интересно и я сейчас собираюсь писать очередную обучалку и решила рассказать про эти флеш карточки так что я сейчас погрузилась тему мне все очень понравилось давайте вам покажу квест карточки они в общем конструктор как увидите такой же самый вот это вот набор шаблонный здесь пять слайдов это четыре слайда вот это лицевая сторона это оборотная сторона на оборотной стороне вопрос и три варианта ответов коррект от анси правильный ответ там incorrect неправильный или рон отца и правильный вписываем в нужное поле нужный ответ а дальше каждому ответу каждой кнопочки прикреплена обратная связь случае если ответ верный то появляется вот это вот поздравлял к поздравляем переходим к следующей карточке если ответ не верный появляется вот этот слайд попробуй еще и возвращает нас назад в эту викторину чтобы мы пробовали еще раз как здесь работать а точно так же скопировать продублировать слайдов столько сколько нужно а вот эту обратную связь можно не дублировать вы можете всегда ссылаться на эти слайды ну если вы не хотите каждому вопросу какую-то особую обратную связь прописывать нужно сдублировать только вот эти вот первую-вторую карточки а дальше просмотреть чтобы точно каждая кнопочка была привязана к нужной слайду с обратной связи внутри шаблона там все очень хорошо прописано если аккуратно все сдублировать ничего не потерять то даже особо и настраивать ничего не придется вот такая вот интересность уже необычные флэш карточки в виде квиза ну и расставь по порядку там история такая же нужно в правильном порядке изначально прописать а дальше сервис все перемешает ну и обратная связь там тоже присутствует вот это так вкратце про джене или там действительно много разных интересных шаблонов и не только для флэш карточек так что по-прежнему его очень горячо рекомендую ну и еще вишенка на торте в этом сервисе есть возможность совместной работы то есть над любым проектом вот мои достопримечательности я могу пригласить соавторов по адресу электронной почты например коллег или других участников каких-то а им нужно будет зарегистрироваться и мы можем совместно вот эту нашу флэш карточную историю создавать уже вместе ну и закончу я сегодняшний рассказ сервисом для создания интерактивных рабочих листов что это такое но мы все создавали викторины в большом количестве самые разные как правило там с выбором правильного ответа и очень часто ну по крайней мере ко мне обращались участники с вопросом а вот как бы в одной викторине чтобы было много разных заданий разнотипных то есть не просто выбирать правильный ответ а чтобы там можно было еще видео подгрузить а может быть какой-то вопрос задать к этому видео ролику или чтобы они смогли порисовать или какую-то интерактивную картинку туда вставить или ссылку на какой-то веб-ресурс вот как бы такой сервис найти и такой сервис есть и можно создавать целый такой лист он называется рабочий лист поскольку из педагогической практики этот формат пришел по в сути это такая веб страница на которой в каком-то определенном порядке много разных заданий причем действительно разнотипных и отвечая на них участник выполняет какие-то действия что-то вписывает что-то отмечает галочкой там пары собирает может быть еще что-то делает вот а потом отправляет все этот результат со своей деятельности на проверку ну и если это учитель то он ставит оценку если библиотекарь то так можно проводить разные дистанционные конкурсы но это может стать альтернативой традиционной викторине которую мы проводим или может быть это может быть стать даже квестом таким дистанционным вот сервис очень хороший для создания такого формата называется визорми сейчас будет небольшая сложность потому что сервис немножко закрытый и чтобы посмотреть ссылку которую я вам сейчас в чат отправлю вы попадете вот на такую вот страничку как у меня сейчас на слайде не пугайтесь название на кириллице поэтому сервис его вот так вот передел это первая моя работа а вторая ссылка это тоже работа в этом же сервисе который так и названо web quest я просто тренировалась а вот здесь уже прям готовы веб квест это вторая ссылочка будет вот этот слайд я сделала что вы разобрались что-то вас потребуется если вы заходите посмотреть что под этими ссылками от вас требуется написать имя или адрес электронной почты я не прошу адрес электронной почты понятно вы можете написать просто два слова в качестве имя и фамилии просто они должны быть два дальше какой-нибудь пароль любой какой вам понравится два раза ну и дальше нажимаем на кнопочку зайти как ученик зайти как студент такая здесь очень простенькая регистрация для учеников здесь может через google зайти так еще быстрее будет если у вас под рукой есть google аккаунт можно попробовать так ну понятно да здесь какие-то два слова рандомных любых каких захотите либо действительно имя фамилию вот пароль любой набор символов ну и английских латиница ну и дальше зайти и тогда у вас ссылочки откроются вот это единственная такая трудность которая возникает в этом сервисе если вы в нем зарегистрированы тут проблем нет вы можете зайти через ваш собственный аккаунт так будет чуть ниже зайти как учитель и вы там сможете зайти через свой свою учетную запись надеюсь ссылки у вас открылись и вы пока в них будете играть я буду рассказывать как работать в этом сервисе сервис очень красочный поэтому отлично подходит для подросткового для детского контента да и взрослым я думаю порадуют такие варианты ну давайте посмотрим за начало здесь предлагается создать веб страницу этот рабочий лист придумать название вверху написать и выбрать дизайн дизайн и здесь самый разнообразный но вот сейчас здесь пасха допустим идет в плане оформления вот можно опуститься ниже посмотреть самые разные варианты кириллица здесь поддерживается и мы можем выбрать даже шрифт внутри каждой темы есть набор шрифтов набор цветовых схем и так далее ну вот мне понравились снежинки я их и выбрала вписываю сюда свое название вот а дальше внизу чуть ниже открывается список интерактивности которые можно добавить на эту страницу в этот лист вот они поближе пожалуй это на сегодняшний день самый функциональный сервис в плане интерактивности потому что он позволяет добавлять открытые вопросы вопрос выбором ответа из нескольких задание с пропусками слов задание с интерактивной картинкой это у нас создай пару заполни таблицу рассортируя объекты и что-то нарисуй вот это вот 1 2 3 4 5 6 8 разных вариантов интерактивных заданий вот дополнительно к этим заданиям можно крепить тексты картинки видео гипер ссылки на веб-ресурсы можно встраивать объекты ну например взять какой-нибудь из другого ресурса викторину ну сделали мы флэш карточки в удобе и попробовали получили код и можно попробовать их сюда встраивать вообще сюда можно встроить и карту google через код и видеоролик тоже через этот код можно встраивать в общем все у чего есть код можно попробовать сюда тоже пристроить но это уже более таки справочные частности здесь можно дискуссию организовывать какую-то рефлексию получать у участников вот это здоровское упражнение но работает только на латинице это пазл из букв ну как анаграмма до собери из букв слова но работает только пока с латиницей кириллицу не держит вот даже вот этого вот списка интерактивности вполне хватает чтобы получалось какое-то очень классное задание я буквально несколько шаблонов чтобы вам показать что это не сложно ну вот например это обычная викторина с выбором ответа вопрос здесь у нас ответы отмечаем тот который верный галочкой добавляем картинки сохраняем все очень просто вопрос можно записать в качестве не только в виде текста видео в виде аудиозаписи то есть подключить микрофон и продиктовать задание если не хотим писать вот давайте еще посмотрим вот например вставь пропущенное слово не обязательно оно может быть одно у меня вообще можно целый текст ставите там пропускать много слов как здесь все работает то же самое задание сюда вписываем текст слово которое должно нужно вставить выделяем мышкой и нажимаем на кнопочку blank it пропустить ну вот оно тут же выделяется в такой вот голубой голубую рамку и его в итоговом задании не будет там будет просто поле в который нужно что-то вписать ну вот так можно также игры с интерактивными картинками вы просто наносите на картинке метки а участники должны будут эти метки подписать в им даете просто задание назовите героя были поставите три метки например если вы хотите чтобы участник сразу же увидел правильную ответил или неправильно можно эти метки сразу подписать и тогда участник увидят свои правильные неправильные ответы Ну и сохраняем, естественно, это все. Это конструктор для создания игр с парами. В данном случае у меня было задание «Собери пару» названия «Былины» из двух частей. В качестве пары могут выступать картинки и аудио, которые мы загружаем с компьютера. Создаем пару, правильную, но сервис все потом перемешает. То есть здесь все предельно просто, конструктор очень простой и понятный. Это игра на сортировку. Нам нужно придумать какие-то группы, по умолчанию их две, можно больше подписать, как группа называется. А внутрь группы мы можем вписывать слова, тексты и картинки, загружать точно так же. И опять-таки сервис все перемешает в общем списке, а участник мышкой просто будет эти объекты расставлять в разные группы. Ну и это у меня возможности, какие еще есть в этом сервисе. Можно за каждое задание прописать определенное количество баллов, назначить баллы. По умолчанию правильный ответ – это один балл. Но поскольку задания разные по сложности, мы можем вручную за каждое задание назначить баллы. И участник, если у вас настроена автоматическая проверка, то после того, как он вам отправит уже готовые задания, у него появится информация о том, где он ошибся, а где он ответил верно. Ну и баллы, соответственно, он свои тоже сможет увидеть. Любой этот блок, любую активность мы можем мышкой менять местами, переставлять их, копировать, удалять. В общем, все основные функции есть. На выходе что мы получим в итоге? Мы получаем вот такую ссылку, которой я делилась. Она закрытая, понятно, может быть не очень удобная. Но с другой стороны, это возможность проводить какие-то интерактивные, интересные, дистанционные игры. А вы в своем личном кабинете сможете отслеживать, как отреагировали участники, где они ошиблись, кто ответил верно. В общем, таким образом можно даже конкурсы проводить, проверять это все и определять победителей. Так что даже не в педагогической практике, а в библиотечной можно найти многого применения. Сервис действительно хороший. И я сейчас его еще раз отсмотрела, мне он в очередной раз понравился. Я написала обучалку, так что если захотите почитать, они вот здесь все у меня собраны. Это основные обучалки. Тут половина моих, половина из интернета, но хороших обучающих материалов. Так что если нужна дополнительная информация, здесь более подробно, со скриншотами, с картинками все описано. Если у вас есть какие-то вопросы, я пока еще здесь могу быстренько на что-то ответить. У меня тут во вкладке с вопросами мигает две штучки. Флэш-карточки для ВК можно создать для подписчиков. Да, конечно, можно для подписчиков. Но социальные сети это вообще особая история. Туда можно и комиксы рисовать, и флэш-карточки создавать. Если вам интересно, то я сделала в ВК флэш-карточки с цитатами. С одной стороны цитата, с другой стороны автор. Это такой интересный контент. В ВК он хорошо заходит. И вот можно еще сделать виртуальную экскурсию с достопримечательностями города. С одной стороны фотография, с другой описание. Задания из Удоба переносятся в Google Class. Можно ли их автоматически проявлять в Google Class? Нет, к сожалению, Удоба не интегрируется с Google Class. Удоба это сам по себе ресурс, который работает автономно. С Google Class не работает совместно никаким образом. Как вы можете проверять работы? Вы можете отслеживать это во вкладке «Ответы», во вкладке «Результаты». Там вы сможете посмотреть, сколько участников поиграло с вашими флэш-карточками. Если вы попросите учеников зарегистрироваться в Удобе, то они будут заходить через свой аккаунт, работать с вашими карточками, и вы тогда сможете уже конкретно пофамильно смотреть, кто как участвовал в этой игре. Вот такие вот два варианта я могу только предложить. С Google, к сожалению, нет, не получится. Ну вот, вопросов вроде пока больше нет. Спасибо большое за внимание. Мы так быстренько с вами в основном рассмотрели все основные инструменты. ссылки внутри презентации, так что не забывайте ее скачивать. Вот, если возникнут вопросы, пишите, не звоните, конечно, пишите. Координаты, как всегда, мои на последнем слайде. Блог, группа, канал в Телеграм. Вот, надеюсь, информация будет вам полезна в работе. Ну, а мы с вами встретимся уже после праздников, после праздника. Вот, так, 20 марта это будет. И мы будем говорить об интересной теме о создании цифровых коллекций. Тема для меня новая, я сейчас в нее погружаюсь. О результатах своего погружения уже расскажу вам на следующем вебинаре. Вот, поздравляю с наступающим праздником и берегите себя. Всего вам доброго.